Слава Богу, дорогие братья и сестры! Приятно снова быть на этом месте. И, как сказал однажды Иуда, точнее он это записал, что, имея все дерзновение писать вам о общем спасении, и, собственно, не написал ничего о общем спасении, потому что были свои проблемы. Но благодаря Богу у нас есть канон Нового Завета, благодаря которому через две тысячи лет мы можем все-таки поговорить о общем спасении. И сегодня тема моей проповеди «Спасение или общее спасение?». Когда я говорю «общее спасение», это имеется в виду, что я буду говорить конкретно о спасении, не притягивать сюда каких-то стихов, которые косвенно относятся ко спасению, которые толкователи относят ко спасению, которые, нам кажется, относятся ко спасению. Я буду сегодня говорить только о спасении как таковом, потому что очень часто мы, верующие люди, склонны толковать сложные вещи и абсолютно не понимаем самых простых вещей, которые нам необходимы. Нам кажется, как можно было сказать то, что говорит Марк или Иоанн. Иоанн 3,17 говорит нам следующее. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Марк, 16,16 говорит нам следующее. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Все очень просто. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Знаете, порой спрашивают молодые люди в частности, а нужно ли мне водное крещение, если я уже покаялся. В принципе, как само по себе крещение отдельно от всего остального в Библии не стоит как какой-то спасительный догмат. Но Божье Слово говорит, кто верует и крестится. Если простым языком это объяснить, кто раскается в своих грехах, это и есть покаяние, и кто даст обещание Богу, это и есть водное крещение. То есть, получается, в грехах раскаяться можно, но без обещания, что я больше этого делать не буду, скорее всего, это покаяние не будет иметь силы. Сейчас на протяжении веков нам очень сложно понять это, как это верует и крестится. У нас порой большой интервал между покаянием и крещением. У нас есть испытательный срок, подготовительный и так далее. То есть, у нас этот промежуток растет, уменьшается. Но раньше, в принципе, это было быстро. Покаялся, принял водное крещение и пошел служить Богу. Проблема в том, что, в принципе, тот человек, который говорит, что я покаялся и хочу принять водное крещение, он же берет ответственность на себя. Потому что именно он, как человек, который вступает в завет с Господом, впоследствии будет отвечать за то, что он сделал или чего он не сделал. Я думаю, вы встречали людей, в разговоре с которыми они вам сразу отвечают, почему ты меня судишь или почему ты меня не судишь. Но чаще всего говорят, почему ты меня судишь, а кто ты такой, чтобы меня судить, а в чем дело и так далее. Библия вообще говорит, что мы, по сути, не судим никого. Кто будет веровать и крестится, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть не наша задача доказывать человеку, что он грешник или доказывать ему, что он святой. Он сам это поймет, грешит он или нет. И чаще всего, когда человек вам говорит, а что это ты меня судишь, он воспламеняется внутри, он приходит в негодование только по той простой причине, что ваши слова задели его за живое. А раз ваши слова задели его за живое, значит, пошел дым и скоро будет огонь. Это означает, что у человека действительно есть что-то, что выводит его из равновесия, потому что, когда ему говоришь что-то, он чувствует такую внутреннюю агрессию, ему неприятно с вами общаться. Библия вообще говорит, что мы не судим никого. Вера в Божье Слово, вера в Бога, это и есть тот критерий, по которому человек оправдывается или судится. Мы не можем сказать конкретно, за какой грех. Вот знаете, Павел говорит, не о тех прошу, чтобы молились, согрешающих грехом к смерти. По сей день конкретно никто не может дать список этих грехов к смерти. И по сути мы не знаем, да, мы предполагаем, может быть, это хулана Духа Святого, может быть, это недостойное участие в хлебопреломлении, может, это еще что-то, но конкретно, вот стопроцентно, мы не знаем. Мы вообще не знаем, какой критерий идет у Бога, какие грехи к смерти, какие грехи не к смерти, хотя мы знаем, что в принципе многие вещи мы считаем грехами, Библия их называет грехами, и в нашем понимании есть грехи более важные, есть грехи менее важные. Допустим, вы знаете, вот если человек убийца, он, во-первых, это серьезный грех, во-вторых, он должен сидеть в тюрьме, или если человек вор. А если человек просто сквернословит, ну, достаточно помахать ему пальцем, пригрозить, сказать, больше так не делай, как бы меньше. Но когда мы читаем списки грехов, у нас почему-то пьяница, бийца, сквернослов, мужеложник, это все стоит, скатоложник, это все стоит в одной линии. То есть там только запятая разделяет эти грехи. Для нас, конечно, мы понимаем, что скатоложество это ого-го, ну, а сквернословие это так себе, убийство это ух, а ненависть это так себе. То есть мы разделяем грехи. Библия таких грехов не разделяет. Она говорит, что есть некоторые грехи к смерти, но конкретно трудно понять, какие. Один точно, ну, а дальше уже сложно. Поэтому мы, в принципе, не можем сказать человеку, что будешь ты спасен, не будешь ты спасен. Мы не имеем права забирать у него это право на спасение. Но есть Дух Святой, который внутри, который обязательно подскажет. Мы иногда хотим исполнить работу Духа Святого, и мы гоняем человека по каким-то мелочам, по каким-то критериям, каким-то таким мелким, незначительным и совсем пропускаем большие грехи. То, что человек делает что-то противозаконно и так далее, но мы выискиваем что-то маленькое, конкретно, что нарушает наш комфорт. В Ефесянам второй главе с пятого по восьмой стихе сказано следующее. Ефесянам вторая глава пятый восьмой стих. И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть, если коротко, Библия говорит, что мы спасены благодатью, мы спасены через веру, это Божий дар, и это не от дел. То есть, само спасение, которое мы получаем, это милостивый или милостивый Божий подарок нам. Потому что сами по себе все, что мы можем сделать, это просто заслужить спасение делами. Но оказывается, спасение делами не заслуживается, поэтому спасение получить сами по себе мы не можем. Библия говорит, что это Божий дар по благодати. Кому-то Бог стучится в сердце очень часто, кому-то Бог не стучится в сердце вообще. Кому-то стучит раз, кому-то десять. Кто-то отвергает Бога постоянно, но Бог проявляет милость, и на смертном адре Он приходит к Господу. А кто-то наоборот, всю церковь, всю свою жизнь ходит в церковь и умирает неспасенным. Кто-то услышал один раз, уцепился за этот шанс, покаялся и стал служить Богу. Кто-то слушает постоянно, пренебрегает, и никогда это семя не растворяется в его жизни. Но Библия говорит, что мы спасены благодатью. Это по вере, это Божий дар, ни в коем случае не отдел. Всякие дела мы не засчитываем себе в подвиг. Дела того, что я куда-то пришел, кому-то пожертвовал, что-то сделал, это не подвиг, это обязанность христианина. Библия говорит, что мы этим не заслуживаем спасения, мы скорее совершаем спасение. Понимаете, спасение получить просто мало. Если мы получили спасение, и как я часто привожу этот пример, получили и умерли, это одно. Но если мы получили и живем, это совсем другое. Спасение нужно совершать. Спасение, как и духовная жизнь, оно не статично. Нельзя сказать, что Бог избрал какой-то критерий, по этому критерию я спасаюсь, и если я этот критерий соблюдаю, меняется обстоятельства жизни, меняется мой духовный возраст, меняется церковь, все меняется, а вот у меня есть маленький критерий, я его соблюдаю, и я дойду до спасения. Это все меняется в зависимости от ситуации. Все меняется. Новый Завет вообще не дает нам конкретных рамок. В Ветхом Завете там было строго предписано, допустим, предписаны десятины. И человек понимает, есть десятина. А в Новом Завете вообще сказано по силам и сверхсил. Это как понимать? Для меня десятина это уже сверхсил или это еще по силам? Или это вообще этого не касается? А Библия говорит, что давай всякому на всяком месте, если есть такая возможность, чтобы правая рука не знала, что делает левая, чтобы пока голова посчитает, сколько я уже отдал, а я уже отдал, то есть, чтобы я был проще, чтобы я делился тем, что дал мне Господь. В Ветхом Завете было проще. Там вот рамки, там есть указания, там есть священные дни, там есть празднества, там сказано, как их праздновать. В принципе, никакой инициативы не нужно проявлять. Просто делай, как тебе сказали. В Новом Завете все сложнее. Во втором в Фессалоникийцам 2.13 сказано, «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные, Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». В этом стихе такие две незаметные, но очень фундаментальные вещи. Первое – это освящение Духом. Пока мы решаем в своих христианских кругах, знаете, такие христианские лабби, мы решаем, кто имеет Духа Святого, кто Духа Святого не имеет. Мы разбираемся в разнице между Духом Святым и дарами Духа Святого. Какие дары суть знамения, какие дары суть, собственно, дары. Как это все работает? Библия говорит, должно происходить освящение в Духе. То есть пока я определяю, кто мне брат, а кто мне не брат, моя жизнь, вот знаете, я вместо того, чтобы искать недостатки в себе, их исправлять, оставлять и двигаться дальше, опять находить, опять оставлять, опять двигаться дальше, я ищу того, на кого бы, знаете, направить свою энергию, чтобы он оставил и двигался дальше или не оставил, забывая о себе, собственно. Но спасение – это дело сугубо индивидуальное. Сегодня мы слышали вначале, что Аврам, да, он мог ходатайствовать за Лота, но он не мог спасти Лота своей верой, своей преданностью, своим доверием. Всегда помните, что вера – знак равенства, доверие. То есть, когда я говорю о вере в Бога, я говорю о доверии к Богу. Тот Бог, который где-то далеко, который не принимает участия в моей повседневной жизни, это скорее не вера в Бога. Это просто факт признания, что Бог есть. Доверие – это постоянно уповать, постоянно надеяться, постоянно общаться, спрашивать, возрастать в Боге, освящаться от Духа. Что интересно, что нельзя освятиться посредством динаминации или освятиться посредством моих личных, собственных убеждений. Человек так создан, отчасти тут работает греховная натура, что все мы склонны к бунтарству. И вы знаете, я думаю, что каждый из вас, сидящий на этом месте, он уверен в том, что он понимает Библию единственно правильно. И что стихи, которые он понимает единственно правильно, стопроцентно открыты ему Духом Святым. Все, что я читаю, все, что я понимаю, это обязательно открыл мне Дух Святой. И даже если мое понимание не совпадает ни с чьим, это не важно, потому что только мое мнение правильно. Вот почему большинство современных христиан отвергают всякие дополнительные труды людей, которые, допустим, толкуют один и тот же стих, проходят... Вы знаете, парадоксально, вот мы считаем себя уже последним поколением, которое живет в пришествии или в преддверии пришествия Иисуса Христа. И нам кажется, что из-за того, что мы последнее поколение, мы особенно избранные, потому что мы цитируем, что в последнее время и залью и так далее. Мы просто забываем соотнести то обилие благодати, которое было в Первоапостольской Церкви, на количество христиан, и то обилие благодати, которое мы имеем сегодня, на то количество христиан, которые зарегистрированы, записаны где-то, как христиане. Но как бы там ни было, мы, допустим, смотрим на какое-то место Священного Писания. В Третьем веке его толковали так. В Пятом толкование такое же. В Седьмом идентично. В Пятнадцатом в момент реформации вот этих движений. В Шестнадцатом тоже. В Девятнадцатом так же. В Двадцатом так же. Я читаю, не согласен, Дух Святой мне открыл. Это все наследие, которое было до этого, все эти поколения, которые жили и действовали по каким-то принципам. Это все не то. Вот я считаю, что вот это действительно правильно, так, как понимаю я. Знаете, что самое страшное? Не в том, что человек имеет свое мнение. Иметь свое мнение, это даже похвально, потому что, если у людей есть свое мнение, они не будут идти, как стадо, в каком-то направлении, не имея выбора. Но проблема в том, что я не хочу поменять свое мнение, даже если я засомневаюсь в том, что я прав. Проблема в том, что когда я избрал вот эту поведенческую манеру, которая для меня идеально правильная, я не сойду с нее никогда, потому что я прав, и никто не имеет права сказать, что что-то обратное. Так вот, Библия говорит о священии Духа. Неужели мы действительно верим в то, что человек, который закрылся, допустим, в монашеской келье, который жил там четыре года, питался только хлебом и водой, у которого не было ни семьи, ни детей, ни работы, ни хобби, ни увлечений, ни спортзала, ничего? У него была бетонная келья и священное писание. И так на протяжении трех, пяти, семи лет. Неужели мы думаем, что такой человек понимал священное писание хуже, чем я сейчас, который трачу на чтение Библии от семи до двенадцати минут в день? Неужели вы считаете, что ему Дух Святой открыл неправильно, а мне, который тратит на молитву от шести до двенадцати минут в день, Бог открывает больше? Неужели нам кажется, что когда я читаю даже Библию из телефона и просто телефон разрывается, потому что сразу на экран налазят какие-то сообщения, месседжи, имейлы, все приходит и я отвлекаюсь постоянно, чтобы их или выключить, или ответить, что я Библию читаю более внимательно, чем человек, который сидел в четырех стенах, просто сидел и ни на что другое не отвлекался, кроме чтения Божьего Слова? Но это же мое мнение, оно идеально правильное и никто никогда не сможет меня переубедить. Библия говорит, освящение от Духа это процесс. Даже если я понимал что-то идеально правильно в свои двадцать, возможно, к сорока мое мнение поменяется, а невозможно, скорее всего, потому что я не могу одеть те штанишки, в которых я ходил в десять лет, в свои тридцать, потому что, скорее всего, штанишки маловаты, даже если я ем мало и сохранил хрупкое телосложение. освящение от Духа это постоянный процесс, когда мы становимся лучше. Даже если я сегодня безумно хорош, это не означает, что завтра я не могу стать лучше. Всегда завтра приносит мне две возможности, стать лучше или стать хуже. Нету такого, что я остался на том же уровне. Библия вообще нам не дает третьего варианта. Есть жизнь, есть смерть, есть рост, есть деградация, есть темное, есть белое, есть день, есть ночь. Нету третьего. Поэтому, если я завтра не стану лучше, чем я был сегодня, если я сегодня не лучше, чем я был вчера, освящение от Духа не происходит. Мои принципы никого не интересуют. И даже пусть я лучше всех буду понимать Писание, если я не становлюсь лучше, если освящение от Духа не происходит, скорее всего, это напрасное знание, которое ни к чему меня не приведет. Поэтому ни в коем случае нельзя отвергать благодатный опыт предшествующих поколений. Предшествующих поколений даже тех времен, когда еще не было вот этого деления на динаминации, на вот эти мировые церкви, когда каждая церковь, она была отчасти уникальна, но у них была общность в фундаментальных вопросах, у них были разделения в каких-то мелочах, в зависимости от культуры, от местонахождения, но они были едины в чем-то основном, едины в вопросах спасения, едины в вопросах Троицы, едины в вопросах благодати, Евхаристии, то бишь хлебопреломления. Библия говорит освящение от Духа. И знаете, что самое интересное? Далее написано «И веру истине». Все мы чему-то верим. Даже люди неверующие чему-то верят. Даже атеист верит в то, что Бога нет. Все мы верим во что-то. Представители других динаминаций, они не глупее нас. Представители других ответвлений, даже не христианских, они не глупее нас. Просто они верят в это. Они верят в это всем сердцем. Те же мусульмане, те же буддисты, те же кришнаиты, они верят в это всем сердцем. То есть не нужно считать, что они глупые, потому и решили себе повторять Харе Кришну 328 раз. Нет. Просто они верят в это. Они этому научены. Мы верим в это, мы этому научены. Но Библия говорит о вере истины. Вы знаете, самые жестокие войны это войны религиозные. Почему? Потому что там люди сражаются не за имущество, не за власть, не за положение в обществе. Они там сражаются за свою веру. И за веру человек может сделать страшные вещи. Мы это называем религиозным фанатизмом. Но Библия говорит, что спасение приходит через веру истине. Через веру Богу, который записан на страницах Священного Писания. Поймите, я понимаю, что каждый из нас по-разному воспринимает Бога в своей жизни. И каждый по-разному мог бы засвидетельствовать, что Бог сделал или что Бог значит для него. Но это мой личностный опыт. Это ваш личностный опыт. Это не может быть доктриной какой-то динаминации или церкви. Есть Божье Слово. И поэтому настоящий Бог это Бог Библии. Если мое понимание о Боге расходится с тем, что написано на страницах Священного Писания, если я позволяю себе какие-то вещи, которые не вылазят вылазят в рамки Священного Писания, скорее всего, я верю не истине. Потому что истина, она здесь. Истина, она сокрыта, и она написана не просто кому-то, где-то, когда-то. Библия — универсальная книга. И человек, который никогда не видел телевизора и не видел штанов, будет читать Священное Писание с таким же сокрушенным сердцем, как тот, у которого гаджеты и в карманах, и на руках, и в машине, и где только можно. Потому что Библия вне времени, Библия вне культуры, Библия вне моего понимания. И если сегодня в Хэмете станет плохо, и если нас всех арестуют и посадят в тюрьму, это не будет означать, что наступил конец времени и Антихрист пришел к власти. Это будет просто означать, что верующие Хэмета страдают, а верующие в Шри-Ланке, в Бразилии, в Аргентине беспрепятственно славят Бога. Нельзя брать свой личный опыт и вводить это в какое-то учение эсхатологическое, потому что мне сегодня плохо, значит все, Антихрист в мире. Мне плохо, а ста другим верующим хорошо. Или наоборот, кому-то сейчас плохо, а мне хорошо. Когда Библия говорит о приходе Антихриста, она говорит, что по всей земле. Когда по всей земле, это плохо всем верующим, а не когда мы просто берем какие-то отдельные случаи. И поэтому вера истине, истина только в Божьем Слове. Наша жизнь проходит по-разному. Сегодня мы в более таком возвышенном состоянии, завтра может быть менее. Где-то вчера мы ошибались, возможно ошибемся сегодня, а может быть и нет. И Библия открывается по-разному каждый день, когда мы ее читаем. И не всегда мое понимание это эталон совершенства. Я могу сегодня прочитать эти стихи, ничего из них не взять, а завтра для меня те же стихи поменяют мою жизнь в корне. Поэтому не стоит отвергать опыт других людей и зацикливаться только на том, как я понимаю Священное Писание, потому что я самый правильный. Второе Коринфянам 7,10. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. когда я печалюсь не о судьбах человечества, не о том, кто победит в президентской гонке, не о том, какая политическая система будет в моей стране, где я живу, или в той стране, где я жил. Но когда я печалюсь о себе, о своем несовершенстве, о своей греховности, такая печаль производит покаяние. И только покаяние дает мне возможность ожидать спасения. Покаяние метаноя это поворот, это изменение жизни, как говорил один проповедник, это поворот на 360 градусов, где был, там и остался. Нет, метаноя это поворот в жизни, просто буквальный поворот. Я шел в этом направлении, я повернулся и иду совсем в другом направлении. Если мое покаяние не совершилось, если мои грехи это просто осознание того, ну да, я как бы недостоин, ну а кто совершен, нет праведника ни одного, и мы начинаем цитировать заученные стихи из Библии, оправдывая себя. Но Библия говорит, что печаль ради Бога производит покаяние. Никогда в вас покаяние не проведет печаль от того, что где-то упал какой-то самолет, или где-то кто-то кому-то объявил войну, или где-то кто-то заплатил кому-то за выборы. Никогда такая информация не произведет печаль в вашем сердце для покаяния. Печаль для покаяния производит только мое сокрушенное сердце, когда я вижу свое несовершенство, когда я смотрю на Библию и я вижу, что я не таков, когда я смотрю на апостола Павла, понимая, что этот человек тоже, как и я, как написано или человек подобный нам, и когда я понимаю, что подобный нам это совсем не подобный мне, потому что я и близко, не могу выйти на тот же уровень, я понимаю свое несовершенство, и сразу все проблемы в мире, они теряют свою остроту, потому что мир был до меня, и мир будет после меня. Моя же цель прийти ко спасению, и я уйду, может быть, уйдем все мы здесь сидящие, о ком-то вспомнят, о ком-то забудут, о ком-то еще будут помнить какое-то время, но мы появились, и нас потом не станет. Вопрос за это короткое время мне нужно и нужно каждому из нас совершить свое спасение, и Библия говорит, что покаяние производит это совершенное действие, покаяние ко спасению. Печаль мирская просто производит смерть. В первую очередь смерть духовную. Когда я переживаю о каких-то несущественных вещах, один философ сказал, переживать о том, чего ты не можешь изменить, бесполезно. Как бы я не переживал о том, что в Сирии что-то происходит, я не могу ни поменять там президента, я не могу ни поехать и навести там порядок крепкой рукой, я ничего не могу сделать. Такая печаль, она только забирает мою энергию, мой потенциал от служения Богу, что я где-то о чем-то переживаю, но не о том, что нужно. Вы знаете, мы до хрипоты можем спорить, жили динозавры на земле, или же их не было. Мы можем спорить, какой единорог упоминается в Библии, это все-таки носорог или это лошадь с рогом посреди морды. Мы можем об этом спорить, но это не вопросы спасения. Да, это безумно интересно. Да, мне безумно интересно, сколько Адам успел пожить в Эдемском саду, но я никогда об этом не узнаю, живя на этой земле, пока не приду на небо. Потому что Библия не дает почвы для рассуждения. Библия дает почву, как мне жить правильно. Библия говорит, что мне нужно оставить, что мне нужно приобрести. Но на это мне не хочется тратить время, потому что, знаете, это как-то скучно и болезненно. Потому что все, что мне нравится, мне его нужно оставить. Мне хочется расслабиться, а Библия говорит, беги. Мне хочется отойти от дел, Библия говорит, борись. Мне хочется получить удовольствие для плоти, а Библия говорит, похоть проходит, и мир проходит, все проходит. Это противоречит моей плотской натуре, но я должен бороться. Это есть борьба, вся жизнь — это борьба. Нельзя расслабиться. 2 Тимофею 3,15 сказано, «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». О чем, собственно, говорит Павел? О каких священных писаниях идет речь? Вы скажете, ну, конечно же, книги Нового Завета Тимофею, когда он родился, ему подарили Новый Завет, Гедеоновы братья. Вот Новый Завет и Псалтырь. И вот эти спасения приводят, вот эти писания приводят его ко спасению, умудряют. Ну, понимаете, да, послание Тимофею — это одно из самых поздних посланий апостола Павла, где-то 68-69 год. Некоторые пишут, второе послание к Тимофею написано в 75-м году, забывая упомянуть, что Павлу отробили голову где-то в 68-м, но послание Павла написано в 75-м. Но это неважно, это тонкости. Да, самое последнее, одно из самых последних, Иоанн писал позже. Но не об этих посланиях, говорит Павел, потому что даже если и были где-то рукописи Евангелия от Луки, Марка, Матфея, первое Тимофею там или Эфесянам, вряд ли Тимофей все это имел в сборнике. Павел здесь говорит о священных писаниях Ветхого Завета в первую очередь. Мы знаем, что Тимофей наполовину еврей. Мы знаем, что Тимофей был юн, когда Павел его взял с собой. И скорее всего, он говорит о священных писаниях Ветхого Завета. Мы порой становимся настолько духовными, что мы начинаем действительно Ветхий Завет делить на две части, более духовное и менее духовное. Но Божье Слово говорит, что и в Ветхом Завете были такие праведники, которые вообще даже во времена внезаконные, то есть когда не было закона Моисеева, тот же Иов, тот же Авраам, они умудрялись быть как-то праведными, тот же Ной, они умудрялись как-то спасаться, они умудрялись как-то общаться с Богом, и их Бог называет друзьями. По сей день, я не знаю, кто из вас может поднять руку, кого Бог через ангела назвал другом, братом, повел куда-то за руку, вывел куда-то, переместил куда-то, поставил на вершину куда-то. Для нас это все истории. И Павел, смотря на священное писание, он говорит, что все писание Бога духовновенно. Опять, когда он это пишет Тимофею, когда еще Павел или тот же Петр не держал и половины посланий Павла, он говорит, все писание Бога духовновенно. Нельзя пренебрегать Ветхим Заветом как малозначимым, как каким-то, знаете, историей, как мы читаем сказки Андерсона, да, что-то такое далекое, какие-то там воды расходятся, кто-то по воде ходит, что-то вот такое непонятно, соляные столпы какие-то. И мы часто можем сомневаться о том, что это было на самом деле, потому что, ну, мы же люди Нового Завета, мы читаем Новый Завет, и в Новом Завете мы только находим все свои вещи. Библия говорит, священное писание приводит к спасению. Сейчас для нас уже и Новый Завет, потому что у нас есть Эгидеоновы братья, у нас есть канон, у нас есть список всего, что нам нужно, всех книг и даже тех, которые нам не нужны, мы все равно можем найти на интернете. Библия говорит, священное писание тоже приводит ко спасению. То есть вера истине, потому что я заблуждаться могу сколько угодно, а истина, она одна. Мнения разные, а истина, она одна. Библия говорит о священии через Духа, Библия говорит покаяние, то есть признание своих грехов. Библия говорит через священное писание. Для того, чтобы знать, что говорит нам Библия, ее нужно читать. Вы знаете, в свое время устав вооруженных сил Украины насчитывал там 281 страничку. Я его знал наизусть, просто от зубов отскакивал. У нас были специальные занятия, чтобы до точки, до запятой мы знали все наизусть. Прошло 12 лет, хоть расстреляйте. Я не помню ни одного пункта устава, кроме того, что на посту нельзя сидеть, лежать, спать и так далее. Это то, что нарушалось чаще всего. Потому что я не читаю больше его. И как бы я хорошо его не знал, проходят годы, и наша память работает избирательно, что-то забывается, то, что мы не используем. Я не знаю, кто из вас сейчас может вывести синус, косинус, танкинс, катанкинс. Я выговорить это не могу. А раньше я когда-то выводил на листе, но я никогда этим больше не пользовался. Если я Божье слово не ставлю, как настольную книгу, проходит время, я забываю какие-то истины. Да, я помню, что там, типа, Бог есть любовь, я помню, что всех хочет спасти, я помню, что Он Бог милующий. Так, знаете, в общих чертах. Но когда копаешь детально, ты понимаешь, что столько вещей забыто, перечитываешь Библию каждый год и столько нового для себя открываешь, потому что Библия — это источник. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать Писанием, потому что от этого может пострадать наше спасение. Знать, что Бог где-то, что-то, кому-то сделал, это, конечно, неплохо. Но спасение — это, знаете, общий процесс из деталей. Если каких-то деталей не хватает, может нарушиться весь механизм, все движение вот этого механизма. Мы можем просто уйти не туда, просто потому, что мы пренебреглись Священным Писанием. Мы решили, что мы уже статичны. Все, что я знаю, этого мне хватит для спасения. Да, и аминь, и еще 40 лет живу с этим. Поменялись условия, поменялась культура, что-то поменялось, но все, я же знаю, как правильно. В Римлянам 10, 9, 10 сказано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Библия говорит, что должно присутствовать исповедание. Все мы глубоко верующие внутри. Особенно, когда нас никто не трогает, когда нас никто не раздражает, когда нас никто не нервирует, и когда я в благоговейной атмосфере с Библией на руках ее читаю, я самый праведный человек. И я чувствую даже, как на спине есть какое-то движение, потому что преображаюсь. Но как только у меня есть трудный день, когда у меня трудная рабочая неделя, когда у меня, знаете, от христианина можно услышать, день какой-то сегодня получился вот такой, знаете, вот никак не получился. Это означает о том, что день прожит не так, как должен прожить его христианин. Бог дает нам дни не для того, чтобы они не получались. Бог дает нам недели не для того, чтобы они были, знаете, такими занятыми, что я ничего не успел. Когда я говорю «ничего не успел», это касается только божественной стороны. Потому что я успел все, что нужно мне. А когда я говорю «не успел», это уже что-то касается церкви, служения Божьего Слова, молитвы, поста, чего-то такого я не успел, потому что это как-то где-то не слишком важно. Библия говорит, что сердцем веруют к праведности, но исповедуют устами ко спасению. Если о моей вере никто не знает, если я никому не говорю, потому что зачем оно надо? Я верующий, верующий. Спросят, может быть, скажу, а может быть, и не скажу. Я веду себя как все, я думаю как все, я разговариваю как все, я все делаю как все, но внутри, где-то в глубине души я верующий. Я думаю, что я спасен. Библия говорит, в сердце веруют не ко спасению, а к праведности, а исповедуют ко спасению. Исповедание – это признание факта моей веры публично. Это не просто раз, где-то на водном крещении. Это каждый день в моей жизни. Я каждый день должен подтверждать, что я христианин. Даже когда люди знают уже, что я христианин, это еще сложнее. Потому что они, зная, что я христианин, уже будут смотреть за мной, как я себя веду, как я разговариваю, какие места я посещаю, а каких мест я не посещаю. Нам почему-то кажется, что в определенные места не могут ходить только служители. Но мы забываем, что все мы, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, нету такого, что части христиан сюда нельзя идти, а части христиан сюда идти можно. Нету такого, что есть вещи, которые этим делать можно, а нам, ходящим в ту же церковь, делать нельзя. Мы должны понимать, что мои взаимоотношения с Богом, ваши взаимоотношения с Богом – это личностные взаимоотношения. И мы исповедуем. Зачем вообще вот это вот молодожены отвечают на вот этот банальный вопрос? Ты, сестра, любишь ли ты его? Да, безумно. Ты любишь его? Просто не могу безумно. Зачем они это делают? Все и так понимают, что раз они сюда вышли, значит, скорее всего, они любят друг друга. Мы уже вышли из феодального общества, когда родителям понравилось, а дети вступили в брак. Это исповедание. Как ты будешь называть родителей? Мама и папа. А ты как будешь называть? Мама и папа. Зачем об этом говорится? Потому что человек исповедует своими устами. Потом он может называть их как угодно, но люди запомнят. Ты же обещал, что ты будешь называть мама и папа. Ты же говорил, что ты любишь. Ты же делал то-то или ты сказал то-то. Поэтому исповедание веры. Вообще, подходя к концу, понятно, может быть, я не открыл вам чего-то нового. Может быть, я не раскрыл каких-то глубинных деталей, потому что еще раз говорю, говорить о спасении вся, весь Новый Завет, все Евангелие, это благая весть. Там все говорится о спасении. Это просто бери по порядку, читай, ты в каждой главе найдешь что-то о спасении. Косвенно или явно. Но суть заключается в том, что мы слишком образованы, мы слишком «грамотные» в кавычках, мы слишком «духовные» опять-таки в кавычках, мы слишком думаем, что наше поколение – это просто поколение, у которого никогда не было такого объема знаний, как до нас, прежде нас и так далее. Но мы должны понимать, что все те поколения, они жили такой жизнью, которая бросалась в глаза, которая отличала их от тех людей, которые окружали их. Наше же поколение, оно сливается с миром настолько, что если человек не возьмет плакат в руки и не скажет «я христианин», никто никогда даже не догадается, что он христианин. Поэтому я просто призываю вас, чтобы мы задумались о том, какая конечная цель нашего путешествия. Чтобы мы не спорили о вещах маловажных каких-то, где стоит этот соляной столб, стоит ли он на самом деле или нет, сколько в Библии Бог сказал «Он создал звезд». И мы начинаем считать, а действительно, сколько же он их создал. И мы начинаем искать в трудах Плутарха, может быть, Плутарх там слышал. Нет. Библия, вся Библия ведет нас к одной цели. Ко спасению. Все остальное – это побочные вещи. Все остальное – это вещи, сопутствующие нам. Основная цель – это спасение. И спасение, основная цель – не мне просто правильно что-то понимать, а все остальные заблуждаются. Не моя цель – отделяться не только от мира, а от всех остальных, потому что все невежды в слове, а я молодец. Нет. Библия говорит «ко спасению», совершать свое спасение и помогать тем, кто ослаб, кто не может, кого-то что-то не пускает. Мы должны понимать, что не все в четвертом поколении верующие. Не у всех родителей воздевают руки к небу, когда ребенок принимает решение пойти в церковь. Не у всех получается так, как получалось у меня или у каждого из вас. Мы должны входить в нужды людей. Мы должны быть более сострадательными, потому что если бы однажды Бог не вошел в наше тело человеческое, не принял наши нужды, не увидел наше бедственное духовное положение, спасались бы дальше только евреи. Мы бы никогда в своих дремучих славянских и скифских лесах не узнали благую вещь. Мы бы так и жили вот этим полудиким образом. Мы бы так и не знали о том, что есть что-то лучшее, кроме того, чтобы поесть, поспать и поработать. Мы бы не знали какой-то будущности, которую пообещал нам Бог. Мы бы просто жили без надежды. Пусть нас Бог благословит, чтобы вопрос нашего спасения, он был приоритетным. Чтобы вопрос нашего спасения, он был не просто таким, знаете, такой формулой, которую мы просто используем, используем, используем. А почему так сказал? Потому что так принято. А что ты сказал это? Потому что так принято. А что ты сделал это? Потому что так принято. Ни в коем случае. Потому что я так верю. Потому что я так знаю. Потому что Бог мне показал это. Или Бог мне сказал. Потому что Божье Слово меня учит этому. Это должен быть мой личный опыт. Я не могу посредством чужого знания попасть на небо. Мое знание, мое общение, мое спасение, моя праведность, моя святость — это сугубо индивидуальные вещи. Пусть вас Бог благословит. Аминь.